Поделись опытом. Как ты вот уже, как сохраняешь вот такую благодать Духа Святого, как апостол пишет, Духа не угошайте, порочества не уничижайте. Вот уже больше сорока лет я поджигаюсь. Я, значит, вот слушаю твои проповеди. Значит, они, ну, касаются сердца. Значит, вот поделись опытом. Как вот тебе уже за 80 лет, и ты вот в такой хорошей духовно-спортивной форме. Тут такое дело, отец, понимаешь, нет. Иногда, когда я показываю, сегодня рассылаю мой ответ священнику из Германии. Что мою душу никто не корежил. Ни семинарии, ни академии, ни докторанты, никто. Они говорят, может, вы это по зависти говорите, мне думать об этом некогда. Я вижу беду, вижу, человек болеет, или израненный лежит, я его хватаю и тащу. Мне некогда рассуждать, я боюсь, как бы он не умер. Вот в чем дело. Это я доверяюсь Господу. И мое я, оно полностью отсутствует. Его нету. Это первый шаг. И поэтому хорошо, плохо, я не знаю. Но я вижу, новые, новые души приходят. Как доктор богословия тут Бочков пишет, говорит, по-разному относятся ко мне. Но тысячи людей пришли в православие-то. Вы куда денете? А я об этом даже не знаю, никогда не думаю. Я просто вижу, что никого рядом нету, никто руку не протягивает. И я бросаюсь туда. Вот и все. Вот сколько с тобой нянчились, везли тебя. До меня ты доехал, и все. Путь твой сразу изменился. Ты все поминаешь, и поэтому тебя Бог так благословляет. Ну, ну, здесь уже, понимаешь, пока я к тебе пришел, я уже прошел огонь и воды, и медные трубы. Здесь, понимаешь, вот эти вот все, она вспоминается иногда. Здесь так, это мешает. Конечно, вот тогда второе, значит, Господь сказал же, ответ не себя, возьми крест твой и следуй за мною. Ну, вот здесь это на протяжении всей жизни надо исполнять. Так, отец Наум, сейчас мы как бы вторглись в расписание, которое здесь идет. Все, я закрываю себя, и дальше Вячеслав, это его система здесь. Мы не должны мешать, а должны идти в числе рядовых. Закрываюсь. Да, ну, спасибо. Ну, я увидел себя, тоже благодарю. Сейчас 10 минут мы откровения почитаем, и можно будет вопрос задать еще раз.